Дорогие коллеги, история Московской консерватории обстоятельная, выверенная, основанная на первоисточниках, все-таки еще ни кем в должной мере не написана. Даже лучшие очерки в ювелейных изданиях пока ближе к стилю буклетному или экскурсоводческому. Чем к научному. Такие страницы насыщены ценнейшими материалами, в общем там много такого упоминается, очень достойно и так далее. Но факты вот таких драм внешней административной информационной агрессии в адрес консерватории, а также противодействия ей, факты посвященные материалам, посвященные тому, как консерватория с достоинством выходила из всех этих ситуаций. В этом плане, конечно, очень мало еще. Светник, как правило, это упоминается вскользь. А ведь феномен такой борьбы представляет собой явный и социально-психологический интерес, и даже, как ни странно, музыкально-исторический. На консерваторию под тем или иным предлогом, с той или иной водоплекой нападали со всех сторон. Консерваторию в этом отношении можно уподобить некой ярко одаренной личности, быстро обрастающей недоброжелателями, завистниками и теми, кого подлинный талант попросту раздражает. Как все знают, участники и застрельщики атак на консерваторию в итоге оказались неправы. Цель моего сообщения, однако, не сводится к выставлению всех прошлых критиков на посмешище. Цель совершенно иная. Заинтересовать молодых исследователей, заинтересовать коллег. Вот это тело истории консерватории. Вот вы знаете, я посмотрел, когда смотришь сайт Питерпургской консерватории, там они очень широко привлекают музыковедов, студентов-первокурсников. И те пишут маленькие работы, рефераты, буквально на всевозможные темы, даже мелкие, связанные именно с архивом, с первоисточниками. И там масса вот таких подробностей истории Питерской консерватории. И каждый раз эти работы, курсовые там, рефераты, они там публикуются, естественно, отредактированы. И панорама получается, в общем, довольно интересной. Я думаю, что нам в этом плане следует во многом, ну, что-то такое хорошее перенять от Питерпургской консерватории. А вот, ну, естественно, у меня цель введена в этом, потому что, скажу честно, вот именно источниковически, профессионально, для того, чтобы тему, объявленную мной, поднять, ей нужно заниматься, ну, минимум лет 10, наверное. Да, и поэтому я, конечно, пользовался уже готовыми публикациями, то есть вторичными источниками. Поэтому у меня цель докладывать несколько, так сказать, провоцирующие, провоцирующие, в том числе и молодое поколение, к этой теме, которая настолько важна, что без нее очень многие факты истории русской музыки были бы даже непонятными, если не раскрыть именно эти темы. Ну, естественно, пока что это сделать особенно и невозможно. Не знаю, несколько лет назад я пробовал узнать, где есть ли доступ к архивам, например, Краснопрестненского райкома КПСС. Или где посмотреть протоколы заседаний партбюро консерватории, скажем, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годов. Пока что, в общем, это безуспешно. На старый площадь. На старый площадь есть. На старый площадь. Ну да, ну что-то, ну да, ну это было несколько лет назад, часто, может быть, уже многое можно посмотреть. Вот, значит, повторяю, поэтому прошу меня заранее извинить, я пользуюсь просто вот такими прикованными источниками, авторы их источников, в том числе и сидят здесь, в зале, и я им очень, естественно, благодарен. Ну, конечно, такой материал можно уподобить вот некой природной стихии, административные, словесные нападки на консерваторию, включая нападки на нее в прессе, по ходу истории, то разгорались, то затихали, вздувались волнами. Эти волны причудливо отражали в себе все. И общий культурный контекст, и общественные посылы, и даже повороты в политике. Увы, они меньше всего касались действительных проблем внутри вуза, его реальных трудностей и специальных проблем музыкального образования. Поэтому на пике таких атак обвинения выдерживались не в профессиональной тональности, а скорее в социальной. Вообще консерваторию увлечали, по сути, в ее, так сказать, инаковости, не схожести с моделями, которые ей навязывались изменениями. В советское время подобная критика налаживалась централизованно и начиналась с газетной кампании, запущенной по команде. Откуда шла команда, знали все. Ну, не то в новой России. Тот или иной вуз может оказаться жертвой просто крупного чиновника. Ему либо ректор вдруг встанет поперед горло, либо понравится здание вуза, его расположение, его территория. Один персонаж стремится победить, другого ситуацию напоминает чуть ли не некий сюжет кукольного театра. Некий Карабас-Барабас в виде министерского чиновника заботится не о благодетстве отечественного образования, а о том, как победить ректора, как отнять у него то или иное помещение, как заставить его сделать то, что от него требуется. Иному подобному деятелю костью в горле вообще само существование консерватории. Впрочем, еще в XIX веке и еще до основания консерватории даже выдающиеся деятели культуры резко противились самой идее существования консерватории в Москве и вообще в России. Консерваторию пытались уничтожить еще до ее рождения. Об этой исторической ситуации, конечно, тоже написано очень много и, кстати, написано неплохо. Но, однако, она истолковывалась как противопостояние так называемых западников, то есть сторонников европейской системы литературского оборудования, и починников, то есть поборников русской самобытности, не только в творчестве, но и способах обучения русскому. На самом деле, конечно, дело обстояло куда сложнее и тоньше. Ведь в XIX веке идея создания консерватории в России, именно в Москве, пробивала, конечно, себе дорогу с трудом, все это знают. О необходимости системного музыкального образования, эту необходимость мало кто понимал. Ну, все знают и читали все эти материалы, скажем, Антон Григорьевич Рубенштейн писал еще об этом, вот я цитирую. Он вспоминал, музыкальное искусство было у нас в начальном состоянии. Русских артистов-музыкантов, так сказать, артистов-цеховых, вовсе не было. Были любители, были меценаты музыки, была масса любителей итальянской оперы, были помещики и чиновники-меломаны. Но музыкантов-артистов, повторяю, цехового в этом отношении, народа вовсе не было. И вот мы, первые зачинщики-заводчики, остановились на мысли непременно создать такое на Руси учреждение, из которого выходили по музыканты с деплом свободного художника-музыканта, подобное тому, как Академия художеств выпускает из своих недр свободных художников-живописцев скульптор-архитекторов. Ну, известно, что братья Рубенштейны разрабатывали вопрос объемно, так сказать, в комплексе, то есть они поднимали проблемы вообще регулярных концертов, музыкальных жизней, все знают, было создано в 59-м году Русское Музыкальное Общество, потом, годом позже, Московское отделение и так далее. Все эти факты хорошо описывались. А по местам идеи консерватории, по сути, возглавлял Владимир Васильевич Стасов. Так вот он писал в Алакере вот об Антоне Григорьевичу следующем. Антон затевает из ревности к России и из тупоумия такую штуку, которая, по моему разумению, должна отозваться страшным вредом. Мне хочется, если только есть еще какая-нибудь возможность, помешать этому. Мне надо, чтобы этот дурацкий Рубинштейновский полк Адоевских, Елен Павловны и так далее, по крайней мере, хоть знал, в чем дело. Конец цитаты. Сегодня легко опровергать позицию Стасова и его соратников, зная последующую историю. Труднее понять позицию всех сторон, так страшные полемики. Ведь вверх интенсивного роста национальных направлений, скажем, в музыкальном искусстве, всей Восточной Европы, такое же движение в хвост крепостнической России стало особенно вдохновенным, ярким и острым. И любое усиление влияния западных музыкальных систем и стилей казалось новому поколению музыканцев, патриотов бесцеремонным и бубительным для решения окрепших ростков русской самобытости, композитов, статворности, музыкальной жизни и так далее. Газеты и журналы пестрели карикатурами на итальянских певцов, певиц даже на звезд из их числа, высмеиваясь происходящей на сцене. В начале 60-х годов великий музыкальный деятель, органист и композитор, князь Владимир Федорович Аддоевский, пренебрежительно писал даже об операх Верди, приравне их к музыке до бакера. Для него и оперы старших современников Верди это не что иное, как итальянские бирюльки он писал и так далее. Вот он пишет, есть ли надежда, что вместо вереницы вердиевских полик мы будем наконец слышать настоящие оперы. Под настоящими операми он имел в виду, как оказалось, не только русские шедевры, но и произведения Глюка, Моцарта, Бетхозина, Вебера, Вагнера и так далее. Более того, он был страстным сторонником открытия в России консерватории. Таким образом, противостояния, аргументы в полемике не сводились к толкновению родного с чуждом. И поэтому и вовсе не соответствовало простому разделению на западников и слове нативу. Естественно, что можно понять противников идеи консерватории, который бы их пугал, вот эта идея, зародившаяся во время образования Парижской консерватории в 1795 году, массовое изготовление музыкантов-реместленников, орхестрантов, хористов, которые предназначены для массовых праздностей, революций и так далее. Понятно, что это пугало. С другой стороны, сторонники консерватории вовсе не были глобалистами. Понятно, среди них, скажем, и тот же Адоевский и Сироп стали, как известно, создателями таких систем анализа, например, русской народной песни. Прямо они производят впечатление, если вернуться к тому, что они написали, это вообще некие структуралисты. И русская формальная школа 20-го века просто отдыхает, по сравнению с их текстами. Адоевский проектировал даже ингармонический рояль, поскольку он считал, что наша система не годится для воспроизведения интонации русской песни. И этот легендарный рояль сохранился, он его передал в Московскую консерваторию, он сейчас, как известно, стоит в музее музыкальной культуры. Приходивший к кодовицкому гостю Вагнер, внизу и приезда в Москву, даже пустил слезу, слушая в доме князя русские песни в исполнении народного педца Ивана Истрадовича Молчанова. Вот это факты неизвестны. Таким образом, положение щекотливое. Сторонники профессионализации музыкального образования, не менее противников, дорожили вот этой самой русской самобытности. И тоже противились огульному насаждению европейских установлений. Поэтому ситуация не так проста. Например, как ни странно, ярым противником создания Московской консерватории был Антон Григорьевич Рухинштейн, который в своем обращении к двору, это письмо тоже опубликовано, говорил о том, что для всей сельской центральной России вполне достаточно Петербургской консерватории. А для того, чтобы более южную часть образовывать, можно организовать консерваторию где-нибудь в Одессе, например. Естественно, в итоге победил исторический здравый смысл. Победил жильцей Николай Григорьевич. Он, Николай Григорьевич Рубинштейн, как известно, успел проработать директор с где-то даже меньше 15 лет. Но, как правило, мы даже забываем о том, что его директорство было невероятно драматичным. Его монографии о нем, Марин, там описаны. Вот эти, так называемые, две волны его травли. Его одна, значит, глаза в конце 60-х годов, другая в конце 70-х. И когда травили лично Рубинштейна, то есть имелась в виду вся консерватория, потому что Рубинштейн ассоциировался с консерваторией. Ну, достаточно привести такой пример такой ассоциации, когда знаменитые последствия немецкий пианист, Амель Сауэр, последствия немецкий профессор. Он еще совсем юноши приехал в Москву, и извозчику сказал, что, мол, консерваторию меня привези, и извозчик его долго колесил по улицам Москвы, и он не мог его привезти по адресу. И когда, наконец, этот извозчик услышал слово Рубинштейн, «А, Рубинштейн тут же привез тебя!» Это представитель Рубинштейна. То есть Рубинштейна, консерватория, это было нечто такое, как известно. Ну, и историю, я не буду пересказывать, подробную историю вот этих двух правлей. Одна была, значит, правля на рубеже 60-70-х годов, именно 19-го века, простите, вот, связана с судебным процессом, который один из чиновников затеял против ректора консерватории из-за того, что тот якобы, ну, как грубо, обошелся с нерадимой студенткой, дочерью этого чиновника. И очень долго там одна инстанция осудил, другая инстанция отменил, и потом пока целый год прошел, прежде чем Сенат отменить унизительный приговор Рубинштейну. И вторая волна тоже прошла из-за того, что один из музыкантов, я не буду называть его фамилию, вам называл уже Григорий Анатольевич, один из музыкантов ушел из консерватории, хотя его никто не увольнял, ему просто не разрешили на таком уровне играть в зал. И из-за этого газеты подняли вот такой невероятный шум. Кстати, это очень многое напоминает. И сегодня, в нашем. В конце концов, и еще одно, и Рубинштейну пришлось очень много бороться уже в конце 70-х годов за то, чтобы обстоять самостоятельно с Московской консерваторией. Может быть, не все знают, что именно в конце 70-х годов и, собственно, высшее музыкальное училище здесь, оно стало называться именно консерваторией. Более того, Московская консерватория была в то время, как мы сегодня бы назвали, филиалом Петербургской. У нее своего устава даже не было. Пользовался Петербургским уставом, и, наконец, Рубинштейн, Николай Григорьевич, добился полной вот такой самостоятельности. Именно в конце 70-х годов, начало 80-х. Может быть, это как раз его и подкосило, его здоровье, потому что во время первой травли, как известно, он даже во время классного вечера потерял сознание, и там, в общем, его парализовало, а во время, после второй травли, я не знаю, какие его повезли, две его поклонницы повезли зачем-то, значит, Париж, через Пермин, там была у него такая поездка, и ему стало очень плохо, и в Париж, когда его перевозили, там Останков, восточный вокзал, около западного вокзала его по пути, он остановился в Гранд-отеле, значит, в западной части Берлина, и вспоминают современники, что он так кричал от боли, когда умирал, что это было слышно в одном всех этажах отеля. И он очень кончил. В этом плане, конечно, вот эти все вещи, забрали, и, конечно, его сломили. Вот. Можно вспомнить особый, блистательный, наиболее стабильный период консерватории, это эпоха Василия Ильича Сафонова, все знают, большой зал, строительство, все, что мы, значит, сегодня построим. Теперь Василием Ильичом, но вот в 1905 году были известны события, смута в России, Василий Ильич славился крутым характером, все знали, к чему привела эта крутизна, что крутизна привела не только к тому, что вот эти прекрасные все, и большой зал, и органы, все что угодно появилось, но невероятно повысился уровень преподавания в консерватории, студенты перестали практически прогуливать, педагоги перестали опаздывать на занятия, и выдвигались такие фигуры, в том числе и ученики Сафонова и Скрябель, Ракмайна, Метов и так далее. То есть вся, в общем, такой расцвет был именно тогда. И вот, и тем не менее, вот первая в истории цветная революция 1905 года, проплаченная на тене, как известно, и таким образом великий музыкант был притеслен из России, и он подсказал, как известно, нью-йоркский оркестр. На рубеже 20-30-х годов одна с другой шли, как известно, политические компании в России, в тогдашнем, в советской. И эти политические компании, они тоже, они должны были затрагивать некие учреждения совсем не политического плана, учреждения, в том числе и учреждения культуры. Вот, все время внутри ВКПБ, как известно, произросли так называемые уклоны, правый и левый. Вот, ну что, для нормальной страны это было посвященным явлением. Вот, ну тогда это была, ну так сказать, видимо, особая атмосфера, нам сейчас этого не понять. Так вот, ну, видимо, было приказано обнаружить язву правого уклона и в учреждении, в том числе и московской консерватории. И объявили наличие там правой профессуры. И 16 ноября 1928 года газета «Правда» обрушилась на консерваторию в статье с причудливым названием «Музыка. Точка в консерватории неблагополучна». Ну, эта ситуация описана в блистательном очерке Александра Серафимовича Скрябина, в вторник, недавно он вышел, буквально в прошлом году, посвященную Гольденвейдеру. Я процитирую, значит, вступление газеты «Правда». Главная стратегическая цель правой профессуры это предохранить консерваторию от проникновения сюда пролетарского влияния, разбить и постепенно вытеснить создавшиеся и создающиеся новые общественные музыкальные группы для того, чтобы на случай нападения вне противопоставить единую сплоченную вокруг своих вождей массу и так далее. Ну, как известно, нападения вне продолжались. Упомянуты мной сборники, посвященные Гольденвейдеру, подробно описывается драма личной Александра Борисовича, как он обращался. Сначала написал письмо Луначарскому, потом его не отправил. Потом он пошел со своими тезисами к председателю глав Порофобра, весьма ловкому умнику Андрею Генуаревичу Грушинскому. Этот человек, когда занимал такой пост, но разговоры не привели ни к чему. И отсюда московские газеты 23-го, 24-го, 30-го ноября, в 28-м году, 1-го декабря, публикуют, в общем, выступают с нападками на ректора Константина Николаевича Гумнова. Вот эта кампания привела, в общем, к событию, известному всем. То есть, когда именно поставил во главе консерватории революционер Борислав Саниславович Шибышевский, который очень благодарил за это своего начальника по наркомфросу Феликса Яковлевича Кона и решил его именем назвать консерваторией, переименовать ее выше школы, именно Феликса Кона. Ну, это все, влездачий раз об этом рассказано в статье Екатерины Сергеевны Гласовой, в газете у нас советский, советский, российский музыкант. Вот это все мы можем, об этом мы можем судить достаточно наглядно. Так вот, то же самое и в монографии Екатерины Сергеевны описаны на события 1948 года. Я лично помню, что заведующая кафедрой истории Саниславовича Музыка Тамара Ирасовна обратилась в так называемую обследовательскую комиссию. Такая комиссия была назначена в 1948 году, и к педагогам на лекции приходили стенографисты, которые стенографировали все, что было сказано, и так далее. Она обратилась к обследовательской комиссии, что вот такие-то у нее труды, и что она пропагандой формализмом никогда не занималась. Еще одна известная, может быть, не неизвестная волна, это в марте 58 года группа аппаратчиков отдела науки и культуры ЦК КПСС направила высшему руководству Компартии объемное письмо в жанре доноса под названием «О фактах проникновения в среду студенчества московских художественных вузов идейно-чуждных влияний». Туда, под эту мельницу попала и Московская консерватория. От консерватории, от Порторга, не буду называть ее фамилией, пришел соответствующий сигнал. И вот в марте 1959 года министр внутренних дел Николай Дудоров написал и направил ЦК КПСС документ под гривен совершенно секретно. В нем конкретно говорим о случаях появления в УЗИ педагогов в нетрезвом виде, о фактах интимных связей с учащимися и даже педофилией и так далее. Это все серьезные люди, все это направляли и в результате ЦК направил это министру культуры Николаю Михайлову. Тогда он раньше работал на заводе серпового молод, потом его бросили на культуру. Известно в своем разговоре с Шостаковичем он говорил «Да, с культуркой у нас плохо». После чего его называли министром культурки. Этот самый министр культурки в 1959 году отослал в ЦК письмо о морально-политической обстановке Московской консерватории. В нем он сообщил, что была вскрыта крайняя запущенность работы с профессорской предварительной состанцией и неудовлетворительной состоянии индейно-политического воспитания студентов. Он успокоил ЦК сообщениями о том, что аресты аморальных педагогов продолжаются. Называл и фамилии. А других педагогов пока не арестованы. Министр писал так. Педагог Эпштейн нетерпимо ведет себя со студентками, нарушая принятые нормы морали. Педагог Флиер не сдержан в своих отношениях к женщинам. И несмотря на свой возраст, уже в четвертый раз женится, цитирую далее, да, цитирую далее, профессоры, он так пишет, профессоры Тейко и Голубев устраивали у себя на дому прослушивание эстетских произведений. Как я потом узнал, они слушали Малера, Девюси, Островинского. И вели со студентами разговоры о праве, в кавычках, на «творческие искания», в скобках, абстрактные. Студентов приглашал к себе домой и профессор Генрих Нейгаус, который, как говорится в этом письме, часто появлялся в консерватории в нетрезвом личности. Студентов, по мнению, значит, министра культурки воспитывались такие качества, как стержательство, зазнательство, своеобразный индивизм, статистиканство. Ну, Генрих Уставович, конечно, это пережил, потому что ранее он был вообще, Виталий Столбович, провел какое-то время, все знают, в тюрьме, и мне Леонид Михаил Живов рассказывал, как-то вот он шел, ездил по газетному переулку, и ему навстречу шел Генрих Уставович, только что вышедший, выпущенный, и очень угрюмо о чем-то думал, и Леонид Михаилович решил его как-то развеять. Ой, Генрих Уставович, ну что, что вы, ну что вы так, о чем вы так угрюмо думали? А Генрих Уставович, вы знаете, вот я все думаю. Сенсанс, вовсе не такой же плохой композитор. В 21-м веке удары в адрес Московской консерватории продолжались, я вот здесь хотел было рассказать примерно о тех же факторах, о которых наш ректор рассказывал, ну, так сказать, публичном профессуре, на совете, скажем, о том, как в начале 2000-х годов министр, тогдашний министр культуры, значит, хотел отвоевать большой зал, и как там другой, скажем, градоначальник московский хотел вообще лежить всего этого помещения в консерваторию. Вот. Ну, а я думаю, расскажу как-нибудь в кулуарах, а лучше, чтобы об этом рассказал как-нибудь сам Александр Сергеевич, если он согласится все-таки когда-то написать нечто вроде мемуаров, или что-то и все, и все, и все, и все. Но если истории, лучше сказать, что тогда большой зал спас только президента нашей страны Владимир Владимирович. Там вообще была такая история, я не буду пересказывать. Очень многие об этом не только знают. И факт того, что у консерватории хватило и достоинства, и силы, и, в общем, достаточно мудрого взгляда на жизнь, и еще консерватории повезло, что сейчас у нее вот такой богатырь-защитник, как наш ректор. Я не говорю не потому, что он ректор, потому что я могу и возразить, и поспорить, поможет с проблемой. Но именно этот аспект, он особенно важен для нас и в наше время. И в консерватории в итоге исторически в этих спорах оказывается права. Я очень рад, и во имя этой правоты нам нужно восстановить все, как было и все эти материалы. Поэтому я к этому призываю других исследований, более молодых, которые напишут историю московской консерватории в таком виде, в такой полноте, как она, того заслуги. Очень спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ